Ух! Надо было все-таки выпить перед обзором. Всем привет, ребят! С вами снова я, Энтони Лай. Это очередное видео на моем канале. И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались. О чем мы с вами будем говорить? А говорить-то мы будем о книге, но не простой, а очень даже особенной, под названием «Дом, в котором» авторство Мариам Петросян. На эту книгу вы очень сильно ждали и просили обзор буквально ежедневно на протяжении последних нескольких лет, поэтому он перед вами. Так что, если вы готовы, то давайте начнем. Итак, собственно, мои маленькие любители прекрасного. «Дом, в котором» авторство Мариам Петросян – это действительно та самая книга, обзор на которую вы просили буквально ежедневно на протяжении последних нескольких лет. Естественно, что я уже не мог вас одурманивать другими книгами, поэтому пришло время вам рассказать об этой истории. Но с этим возникли определенные проблемы, какие именно объясню чуть позже. Но перед тем, как мы погрузимся во все тайны «Дома, в котором», я считаю, что нужно дать вам небольшое количество информации, потому что вдруг кто-то еще не знаком с этой книгой. «Дом, в котором» был опубликован еще аж в 2009 году. И до сих пор, на момент сейчас, остается единственной полноценной книгой писательницы Мариам Петросян. «Дом, в котором» Мариам Петросян начала писать еще аж в 1991 году. Но основные события, какие-то заметки, зарисовки и даже персонажи появились еще раньше, аж в 80-х. Эта книга принесла писательнице феноменальный успех, множество премий, наград, а также была приведена на огромное количество языков, включая английский. И поэтому, собственно, можно сказать, что это действительно невероятно популярный бестселлер. Мое знакомство с этой книгой началось еще аж в 2015 году. Именно тогда я думал, что выпущу на нее обзор. Как видите, этого не случилось. Но спустя почти 7 лет я все-таки до этого дошел. Когда я впервые начал читать эту книгу, у меня она показалась безумно скучной и растянутой. Но учитывая, какие книги меня интересовали тогда, где события целой трилогии могли произойти в сюжете за один день, я думаю, что это было вполне оправдано. Но книга с того момента не потеряла свою актуальность и популярность. После того, как я забросил книгу, я к ней больше не возвращался, ни разу не пытался прочитать. Просто мне не было интересно этого сделать. Но, учитывая количество запросов именно на этот обзор, я подумал, что нужно к ней вернуться уже в более зрелом возрасте и предоставить то, что вы так сильно просите. Самое интересное, что с течением времени у меня появились свои причины на то, чтобы снять этот обзор. Во-первых, мне действительно хотелось узнать, что в этой книге такого, что вокруг нее настолько огромный ажиотаж. И почему любая критика ставит тебя в один ряд с Гитлером и Сатаной. То есть, почему эта книга не имеет ни единого отрицательного отзыва или слова, сказанного в ее адрес. Также, естественно, вы просили эту книгу на обзор очень часто. Именно поэтому, совокупляя, не то слово, подождите, совокупляя, это уже что-то из другой оперы. Все эти эротические романы, которые я читаю, что-то как-то это, ух, в голове аукнулись. Совмещая все эти причины, получается действительно жажда снять и узнать, что же там такого кроется в этом доме, в котором. Возвращаясь к самой книге, хочу сказать, что для меня это видео будет очень тяжелым, потому что структурировать то, что написала Мариам Петросян в видеоформате, это невероятно трудно. Самой сложной частью оказалось пересказать для вас сюжет и собрать воедино какие-то мои мысли, потому что я действительно, перед тем, как сесть и написать сценарий, я перечитывал эту книгу трижды. И мне кажется, я до сих пор не погрузился во все ее глубины. Ну, давайте-ка перед тем, как мы с вами перейдем к основной части этого видео, сыграем нашу любимую и традиционную игру. Какую? А? Правильно. Сколько страниц в этой книге, правила которой невероятно просты, но я все равно их вам напомню, вдруг кто-то смотрит меня совсем недавно. Вы смотрите на книгу и пытаетесь прикинуть или угадать, сколько мне страниц, и пишите ряд внизу в комментариях. Если вы угадали, то я вас поздравляю, счастья, радости желаю и с наступающим вас Новым Годом. Не угадали, не печалитесь, это не последний раз, когда мы играем в эту замечательную игру. А ну-ка, раз, два, три, елочка, гори. Кстати, оцените мою прекрасную елочку. В этой книге, последний шанс, 957 страниц. И мне кажется, что из-за своего веса эта книга способна на убийство. Не только в вашей нервной системе, но и в целом. Как обычно, более детальный обзор книги, мы начинаем с ее внешних характеристик. Дом, в котором существует под разными обложками и разными изданиями. У меня, скорее всего, самый популярный и стандартный вариант этой книги. И честно вам хочу сказать, что оформление меня не особо здесь волнует, потому что оно в целом хорошее. То есть, каких-то комплиментов я не могу по нему сказать, потому что оно меня не особо привлекает. Но оно соответствует духу книги, и это самое главное. Внутренности качественно выполнены, учитывая стоимость этой книги. Но, так как это уже какой-то один из миллионов дополнительных тиражей этой книги. А у меня тираж, который вышел, внимание, в этом году уходящем. Я считаю, что здесь никаких ошибок и опечаток быть не должно. Собственно, их и не было. Это издание обошлось мне примерно где-то в 950 рублей, плюс доставка. Но, в целом, это адекватная стоимость. Учитывая, что это огромный кирпич, который можно завалить в ваших хейтеров вот так вот с размаха. Но я считаю, что можно найти эту книгу гораздо дешевле, потому что она уже не является актуальной новинкой. Просто популярной книгой-то она, конечно, является. Но я считаю, что есть уцененные варианты, также есть подарочные варианты. Поэтому можно найти и за, наверное, 600-500 рублей эту книгу 100%. Также одна из особенностей дома в котором, это факт того, что эту книгу довольно часто я видел, по крайней мере, в магазинах сетевых. Ее продают в трех отдельных экземплярах. То есть, они идут наборчиком, но при этом внутри, вот в таком томике, эта книга тоже делится на три отдельные части. Естественно, если вам будет легче приобрести три отдельные книги, это тоже доступный вариант. Переходя к обсуждению плюсов и минусов, я, во-первых, хочу сказать, что перед тем, как внизу в комментариях под этим видео появятся слова о том, что дом меня в себя не пустил, не нашелся еще тот дом, который меня в себя не пустил. Если понадобится, я с ноги вышибу дверь и войду сам. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что у этой книги колоссальное количество поклонников. Но, от моего мнения, ваше меняться не должно. По крайней мере, я так считаю. Но я уже предчувствую, как люди, которые озабочены каждым моим вздохом, особенно в Твиттере, будут писать о том, что я разрушил карьеру Мариам Петросян, потому что у нее больше не выходит новых книг. Давайте-ка я зачитаю для вас аннотацию, чтобы вы знали, что происходит в тексте, а потом мы уже перейдем к обсуждению плюсов и минусов. На окраине города среди стандартных новостроек стоит серый дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки и многие другие. Неизвестно, происходит ли Лорд из Богородного Рода, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс мудр. Для каждого здесь есть своя кличка, каждого дом принимает или отвергает. Один день в доме, хранящем уйму тайн, порой вмещать столько, сколько нам в наружности не прожить и за целую жизнь. Вот такая вот таинственная, интригующая аннотация, которая нас приводит к тому, что я сейчас вам расскажу про свои общие впечатления от этой книги. Давайте-ка мы сразу проясним один момент, перед тем, как я начну высказывать все, что я думаю. Мне эта книга понравилась, я действительно считаю ее отличной, даже потрясающей, но при этом за три прочтения она не стала для меня любимой. Этого не произошло. Естественно, что я могу предположить, что эту книгу мне стоило прочитать Лев 16-18, потому что тогда она бы оказала на меня гораздо больший эффект. Именно в таком юном возрасте, когда мой вкус в литературе еще не полностью сложился. Сейчас это действительно хорошая книга для меня, но, увы, она сугубо отличается от того, что мне обычно нравится в литературе. Дом, в котором, это книга, в которой происходит огромное количество событий и при этом как будто не происходит ничего. С одной стороны, ты абсолютно не понимаешь, что ты читаешь, а за другой страницы летят одна за одной. И это вызывает огромное количество вопросов. Мне было очень сложно выделить какие-то глобальные плюсы или минусы, потому что, я повторюсь, книга действительно оказалась для меня хорошей в прочтении. Но при этом я в ней не нашел для себя ничего нового или уникального, за что можно было зацепиться и сказать, да, это действительно одна из моих любимых книг после прочтения. Но здесь как-то довольно тяжело понять и принять, что вообще в ней происходит. Поэтому я выделил какие-то плюсы и минусы, чтобы просто была структура обзора, я не ударил себя ее по лицу, потому что не могу понять, что я говорю. Однако стоит относиться к этому сугубо просто как к моим придиркам, как в обычных видео. Давайте-ка сначала поговорим с вами о плюсах книги «Дом в котором». Раз уж началось с чего-то хорошего, почему бы не продолжить именно этим? Во-первых, самый основной личный для меня плюс этой книги – это авторский язык. Он мне очень понравился. Книга действительно написана очень качественно. То есть, несмотря на свою какую-то заковыристость, возможно, это не солянка из всевозможных литературных приемов. Текст Мариам Петросян как будто находится в состоянии постоянного хаоса, который задвинули в рамки очень ограниченного социума. И это действительно интригует, потому что ты не ожидаешь, что вообще будет дальше. Ты листаешь страницы, на которых вроде бы ничего не происходит, а вроде бы есть столько деталей, и ты думаешь – это действительно очень интересно. Но еще и слог приятный, поэтому вдвойне, как говорится, вкуснее, если это не Милки Вэй, а «Дом в котором». Идем дальше. Немаловажным плюсом этой книги является очень яркий ансамбль персонажей, что второстепенных, что главных. Эта книга посвящена детям-инвалидам. А я человек сердобольный, мне всех жалко постоянно, я всех хочу обнять и, как говорится, утешить. Но здесь Мариам очень качественно расписала абсолютно каждого персонажа, и ты понимаешь, что они дети-инвалиды, но ты их не видишь такими. И мне кажется, что в этом есть какая-то своя уникальная особенность. Следующий плюс – это атмосфера дома, в котором кто-то скажет «эстетика». Я предпочитаю слово «антураж», потому что этот дом напоминает мне другой. «Рэнсо Морик» за «Дом странных детей» на эти книги и даже фильм. У меня есть обзоры, поэтому обязательно посмотрите. Но здесь присутствует какая-то атмосфера тайны, особенностей, чудес, волшебства, пускай и более мрачной, чем в «Доме странных детей», но все же схожести здесь очень очевидные. Но для меня дом, в котором был более выигрышный, потому что ты как будто вместе с персонажами проходишь через этот дом и то, что в нем происходит. Как будто ты вливаешься и становишься участником событий. И это немаловажно, потому что в «Доме странных детей» такого не было. Там весь акцент был именно на персонажах, а не на самом доме. А здесь ключевым и главным героем является именно дом, который наполнен огромным количеством тайн, секретов и своей собственной истории. Как я уже успел вам сказать, мне было довольно-таки сложно выделить какие-то четкие плюсы и минусы, поэтому я просто перескажу вам моменты, которые мне не особо понравились или не особо меня зацепили, которые показались мне довольно-таки скучными на фоне всех остальных событий в этой книге. Первый и самый наиболее для меня четкий минус «Дома в котором» — это сюжет, точнее его полное отсутствие, потому что этот сюжет нелинейный, я такое не люблю, мне нужно, чтобы была развязка, завязка, кульминация и все остальные литературные приемы, потому что я все-таки тот человек, который довольно-таки сильно зависит именно от сюжета книги, то есть мне нужно, чтобы происходили какие-то события, которые имеют свою структуру, то есть начало, середина, конец, и все это должно в итоге сплестись в одну четкую линию, которую я должен видеть как читатель. Здесь такого не произошло, потому что в книге огромная детализация, но при этом из-за того, что сюжет рваный, и ты не понимаешь, что ты читаешь, основную часть времени, ты как будто не видишь, куда ты идешь, приходишь по темным коридорам этого самого дома. Возможно, есть в этом какое-то очарование, вас это не должно отпугивать, но опять же, это мой личный минус, который для меня показался основным. Следующий минус, опять же-таки, это размер текста, потому что все-таки во время прочтения чувствуется затянутость. Эта книга состоит из трех отдельных частей, и когда ты читаешь это все за раз, есть ощущение, что ты натыкаешься на огромное количество быта и рутины, которые по сути никуда не идут. Они просто стопорят сюжет, которого и так достаточно мало, и появляется огромное количество деталей, которые тебе не объясняют, и ты должен вроде как сам додумать. Какие-то детали, конечно же, появляются в тексте множество раз, но при этом очень много всего, и ты не понимаешь, куда тебе нужно двигаться. Ты не можешь разорваться, но при этом на некоторые вещи забивается хер, на другие вещи уделяется слишком много времени, и ты такой, а что вообще происходит, и почему текст так тянется? Но опять же-таки, это объем, но я не думаю, что он должен вас пугать, потому что для кого-то эта книга пролетает незаметно. Но для меня вот первая как раз-таки часть про курильщика, главного героя, она показалась довольно затянутой, несмотря на то, что там постоянно вбрасывалась какая-то информация. Вторая и третья части этой книги пролетели достаточно... Русский язык. Пролетели достаточно быстро. Опять же-таки начал говорить дед. Я хочу сказать, что все плюсы и минусы, они довольно свойственны именно тому, как я читаю книги, поэтому я не думаю, что вам стоит обращать на них какое-то сильное внимание, потому что мне легче говорить об этой книге в приятно нейтральном тоне, потому что эта книга либо пролетит для вас незаметно, либо вы не станете ее даже дочитывать, либо она понравится вам, либо вы ее будете ненавидеть и не понимать. Одно из двух. Потому что мне кажется, что дом, в котором нужно читать в определенном возрасте, это все-таки та история, которая должна быть с вами в том как раз-таки периоде, когда вы можете ощущать на себе эмоции и действия героев. Для меня этого не произошло, но из-за того, что книга действительно претендует на гениальность, именно в плане текста, авторского слога и многих других моментов, я считаю, что это действительно отличное чтиво. Во время трех прочтений этой книги мое мнение постоянно менялось касательно некоторых эпизодов, которые могли, например, вызывать у меня радость, какие-то вещи вызывали у меня грусть, скорбь, разочарование, возможно, даже злость. И после первого прочтения мое отношение к этой книге было скорее нейтральное, чем позитивное. Потом я перечитал ее еще раз, я заметил огромное количество деталей, которые я пропустил, когда читал эту книгу в первый раз, и уже на третье прочтение я понял, что это действительно та книга, которую можно считать хорошей. То есть были те моменты, которые меня искренне раздражали, но при этом я понимал, почему так происходит. И все же это та книга, к которой нужно возвращаться через какое-то время, чтобы понять, что вы прочитали, и осознать все те глубины, которые в ней есть. Потому что дом вскрывает в себе огромное количество не только персонажей, но еще и тайн, отсылок, деталей и вещей, которые, возможно, с первого раза вы не заметите. Потому что на вас сваливается огромное количество всего, и вы просто проглядываетесь сквозь это, и пытаетесь продраться к самому вот этому сюжетному моменту, который доведет вас до конца. Фух! Теперь самая сложная часть этого обзора. Собрать воедино и пересказать вам сюжет дома в котором. Потому что мне кажется, что если вы не читали эту книгу, вы вряд ли что-то поймете. А если читали, то, возможно, мой пересказ покажется вам прям совсем кратким. Но, опять же, напоминаю, что в этой книге почти тысяча страниц, и я сделал все, что мог. Дом инвалидов, который находится на окраине города, местные жители не любят и называют серым домом. Этот дом имеет свою историю, у него есть свои тайны, он хранит множество из них, и, естественно, что жители дома делятся на четыре группы, которые как раз-таки возглавляют их вожаки. Каждый ребенок, который попадает в дом, меняет свое имя на кличку. Один из новичков дома, инвалид-колясочник Курильщик, это его как раз-таки прозвище, он является нашим основным персонажем, он попадает в четвертую группу, которая покрывается предводительством персонажа по имени Слепой. Ребята из этой группы боятся и уважают. Курильщик, не зная правил дома, с трудом приживается как раз-таки в своей группе, потому что все ребята ему кажутся очень странными, кроме персонажа по имени Черный. Чем больше страниц мы перелистываем, тем больше мы и Курильщик узнаем о прошлом дома, а также о странной и таинственной смерти одного из членов стаи со стайников. Также Слепой рассказывает нашему главному герою Курильщику о том, что недавно уволился один из воспитателей, которого зовут Ральф. Курильщик видит странные сны, но не придает им какого-то особого значения, потому что по-прежнему считает основные правила дома игрой, в которой он должен участвовать, пускай он и не понимает, что происходит. В принципе, как и я, когда читал эту книгу. Вскоре на страницах происходит довольно-таки интересное событие, когда вожак группы псов претендует на место вожака в доме. По правилам дома, Слепой и как раз-таки вожак этой группы должны были выйти на смертельный бой, который закончился тем, что Слепой победил и, естественно, убил вожака группы псов, что Курильщик воспринял очень тяжело, потому что вокруг него никто не придал этому особого значения, потому что для многих это уже было какое-то постоянное и повседневное явление. Иногда, когда повествование становится таким достаточно рваным, оно прерывается интермедиями. Это такая вещь, когда нам в тексте рассказывают о прошлом кахилевой персонаже, в основном это Сфинкс или Слепой. По факту домом управляют старшеклассники, один из которых, мудрец и колдун, становится наставником Сфинкса. Сфинкса кладут на протезирование в как раз-таки больницу дома, которая называется Могильник. Это самое страшное и жуткое место, которое наполнено буквально-таки страданиями и болью. По-моему, находясь в Могильнике, Сфинкс узнает, что есть такая вещь, как Изнанка. Это параллельная реальность, которую создал сам дом. И есть ребята, которые могут туда входить и возвращаться оттуда, их называют Ходоками. А также есть ребята, которые могут просто перемещаться туда, но не по своей воле. Их называют прыгунами, насколько я помню. И время в этой как раз-таки Изнанке течет абсолютно по-другому. Один из ребят четвертой группы, где находился Курильщик, которого звали Лорд, невероятно красивый такой юноша, он был прыгуном. Один раз он как раз-таки попал на эту Изнанку и попал, собственно, в Могильник. Слепой был Ходоком. Он воспринимал как раз-таки Изнанку как параллельный мир и превращался там в оборотня. Я понимаю, что если вы не читали книгу и вы слушаете этот пересказ, вы абсолютно не вдупляете, что происходит. Но в книге это имеет гораздо больше смысла. Сфинкс, который возвращается с протезирования из Могильника, вместе со слепым собирает свою стаю всех обиженных и оскорбленных. К ним присоединяются также Табаки, самый вредный колясочник, а также наш уже знакомый герой по имени Черный. Здесь заканчивается событие первой части и начинается вторая. После полугодового отсутствия возвращается в дом воспитатель Ральф, который понимает, что его дети боятся жить в наружности. То есть они боятся жизни за пределами интерната, и он хочет помочь им избежать и побороть этот страх. По просьбе слепого, которым также являюсь я, Ральф освобождает Лорда из психбольницы. И также в доме появляется новое правило, что мальчикам можно общаться с девочками. Когда события книги приближают нас к зиме, между мальчиками и девочками устанавливается дружба, и у сфинкса, между прочим, даже появляется девушка. И тут начинается ежегодная самая длинная ночь в доме, где время останавливается и происходит огромное количество всевозможных чудес, магии и волшебства. В интермедиах между событиями нам рассказывается о том, как сфинкс приобрел свою силу, и где-то тоже в это время слепой становится главным претендентом на звание вожака дома. И на этом заканчивается как раз-таки вторая часть книги. Мы с вами подобрались к третьей части книги, которая носит название «Пустые гнезда». Прошло полгода, близится выпуск из дома. Многим ребятам очень тревожно, потому что они помнят еще прошлый выпуск, где большинство ребят решили совершить массовый самовыпил. Сфинкс это помнит очень четко, потому что как только он увидел огромную лужу крови, он попал впервые на изнанку. Для него там прошло 7 лет, а в реальности он пробыл несколько месяцев в коме. Сфинксу не нравилось находиться на изнанке. Это в принципе понятно. Он был убежден в том, что дом сам выбирает, кто будет прыгуном, а кто нет. Но мне кажется, что дом, как некий живой организм, не отвечал за тех, кто находится в нем, и тем более за тех, кто находится за его пределами, или тех, кого он не пускает в себя. Дальше. В самую длинную ночь у нас произошел бой между черным и слепым за звание вожака дома. Слепой побеждает благодаря своим способностям, а черный становится главарем как раз-таки банды псов. Многие воспитатели дома хотели перенести выпуск, чтобы выпускники не успели натворить делов, нахулиганить. Ральфу, воспитателю, моему самому любимому, показалось, что это очень жестоко, и он отправился в архив, чтобы найти некоторую информацию касаемо прошлого выпуска. И он узнал, что сторож дома — это бывший уволенный директор, который как раз-таки был ответственен за беспорядки, которые повлекли за собой массовую самоликвидацию прошлых выпускников. Сторож начал рассказывать нам, как читателям, и Ральфу о многих особенностях дома. Например, о том, что его построил человек, который основал фонд в этом самом доме, и одним из как раз-таки вот таких вот правил дома должно было быть то, что там должны находиться только дети-инвалиды. И в конце концов дом впитал в себя энергию как раз-таки находящихся в нем детей и начал создавать свою определенную реальность. И где-то здесь Ральф понимает, что дом на самом деле меняет детей, потому что до этого он относился к ним как к каким-то таким опасным существам, а не как именно детям-инвалидам. И он говорит нашему курильщику, чтобы тот начал вести дневник, который тот ему передаст позже. Мой любимый персонаж в этой книге — слепой покрывается сыпью. Это болезнь потерявшихся, которой дом отмечает тех, кому в наружности делать нечего. Также по ходу сюжета мы узнаем, что на самом деле табаки — это великий и могущественный хранитель времени. Об этом узнает лорд, и как раз-таки хранитель времени переносит его в ту реальность, где лорд был здоровым ребенком. Слепой просит одного из прыгунов перед самым выпуском отвезти всех умственно отстающих детей как раз-таки наизнанку, потому что в наружности им делать нечего. Он также уговаривает сфинкса уйти с ним в параллельный мир, где они будут здоровы. Но сфинкс отказывается, потому что он хочет провести жизнь со своей девушкой, и друзьям предстоит расстаться навсегда. В сюжете у нас наступает ночь сказок. Это последняя ночь перед выпуском. Четвертая группа устраивает как раз-таки вечеринку, где Черный рассказывает о погнанном автобусе и предлагает всем желающим покинуть дом без как раз-таки церемонии выпуска. Он увозит с собой всех желающих. Дети, которые были умственно ограничены в развитии, они пересекли как раз-таки параллельную реальность, но их тела остались в каком-то состоянии литургии, наверное, это можно назвать. И как раз-таки после такого достаточно быстрого выпуска дом сносят. Финальная часть книги «Дом в котором» — это у нас эпилог, где рассказывается про события, которые произошли в дальнейшем с участниками основных действий. Например, слепой и табаки, они полностью исчезли с радаров, потому что их дом изменил сильнее всего, потому что они могли перемещаться наизнанку не только ментально, но еще и физически. Те дети, которые пребывали в состоянии литургии, они постепенно начали уходить наизнанку и физически. Там они становились здоровыми детьми, которых как раз-таки прыгун, который за ними присматривал, он возвращал в бездетные семьи. Этих детей, кстати, называли спящими. Курильщик, который так и не поддался влиянию дома, по большей части, в будущем становится художником, где как раз-таки в отголосках его странных картин видно влияние дома. Он не понимает, что это за картины, эти картины осознает и видит только, как говорится, Сфинкс, который стал детским психологом. Вот это, конечно, было очень неожиданно. После выпуска из дома Сфинкс осознал, что его любимой девушки не существует, ее создал дом, чтобы его привязать к себе. Но Сфинкс все равно покинул дом, не оглядываясь, потом вернулся к нему, потому что он понял, что нужно с ним попрощаться. Дом над ним жалился и вернул ему девушку и слепого, который наизнанке превратился в ребенка. На этом событие книги, насколько я помню, заканчивается, потому что там происходило еще очень много всего. И многие из вас, кто не читал книгу, наверное, думают, что я рассказал просто какое-то невероятное количество несвязанного между собой бреда. Но, поверьте мне, в книге это все имеет какой-никакой, но смысл. Я надеюсь, что после этого очень краткого пересказа вы хотя бы что-то поняли, потому что есть пара моментов спойлерных, которые я хочу обсудить именно с вами и с теми, кто читал эту книгу. Во-первых, когда я впервые наткнулся на момент про прошлый выпуск, который буквально самоликвидировался, я вообще не понимал, что я читаю. Потому что я думал, ага, ого, ого. Но это был действительно невероятно сильный эпизод, который мне запомнился больше всего. Поэтому я считаю, что это было потрясающе. Мне также не особо зашла сюжетная линия между Сфинксом и его девушкой. Естественно, что в концовке это имело гораздо более глобальный смысл, чем на протяжении всей книги. Но когда начали происходить какие-то романтические связи, мне показалось это достаточно лишним. Именно потому что книга была не про отношения между парнями и девушками, а скорее про то, как дети-инвалиды живут вот в этом странном доме. Поэтому для меня это было как-то странно наблюдать за этим. Но опять же-таки эта книга сама по себе не из простых. Поэтому в целом это имеет место быть, просто мне как-то было от этого немного, наверное, неприятно. Даже не неприятно, а скорее просто оно было каким-то не вписывающимся в общую атмосферу этой книги. Ну, по крайней мере, для меня. То, как в этой книге изображены дети-инвалиды, это какой-то невероятно отдельный уровень недосягаемости для многих авторов, как мне кажется, потому что Мариам Петросян приписала этих детей так, что инвалидность — это сила, а не какой-то порог или что-то другое. Потому что очень было мне интересно следить за тем, как они устроили свой быт, как у них текут рутинные задания, которые, по сути, не добавляют сюжету интереса, но при этом делают мир дома понятнее. Естественно, что мне не особо зашел главный персонаж-курильщик, потому что он такой достаточно посредственный, но мне в целом редко нравятся главные персонажи, только если они не являются какими-то прям уж совсем такими феноменальными. Но вот Слепой, Сфинкс, опять же-таки Черный, да и многие второстепенные персонажи мне достаточно сильно понравились, потому что они действительно были отлично прописаны. Кстати, после первого прочтения все моменты с прыгунами, ходоками, наружностью, изнанкой, они были мне не особо понятны. То есть мне пришлось второй раз перечитать книгу, потому что я вообще не вдуплил, что происходит. Естественно, что с течением как раз-таки перечиток я уже осознал, как это работает, почему это работает, но у меня по ходу чтения все равно было много моментов, которые, как я казалось, либо не понял, либо упустил, либо о них не рассказывалось. Поэтому пришлось какие-то вещи, наверное, в голове все-таки самому додумывать. В этой книге также огромное количество символизма, который ты, бывает, не замечаешь, потому что он настолько сильно завуалирован, и его отпихивают в угол, покрывают слоем пыли, и ты даже как-то не вспоминаешь про него в течение всей книги, а потом в конце ты такой, а-а-а, вот как продумано, так как это было, оказывается. И я думаю, все-таки эту книгу стоит перечитывать, потому что с первого раза вообще ничего не понятно. Потому что я, когда закончил эту книгу в первый раз, просто сидел и не вдуплял ничего. То есть у меня было ощущение, что я прочитал классную книгу, но при этом я не понял половину сюжета вообще. Но во второй раз я уже такой, ага, ага, это я вижу, это сошлось, это я помню, ага, супер, спасибо, отлично. И в третий раз я уже пересчитывал, чтобы как-то запоминать сюжет и иметь в голове какие-то детали, которые мне хочется обсудить именно с вами. Что касается концовки, я не могу сказать, что она плохая, потому что в целом Мариам Петросян свела все, ну или почти все сюжетные линии какой-то логичной и даже хорошей концовки. Потому что даже сюжетка со спящими, она была сделана так, что тебе с одной стороны и как-то жалко этих детей, а с другой стороны у них тоже появился своеобразный выход из дома, тоже был какой-то выпуск. Они тоже нашли свою какую-то цель, призвание в жизни, да, то есть быть ребенком в семье. И в этом, наверное, было что-то интересное, потому что все-таки, казалось бы, в этой книге нет практически ничего хорошего именно в эмоциональном плане. Потому что многие моменты, они наполнены печалью, грустью, разочарованием, злостью, ненавистью. И, казалось бы, как все это можно привести к чему-то адекватному. Но, в конце концов, все кусочки пазла сложились, ну, по крайней мере, в моих глазах. Остались, конечно, какие-то сюжетные линии, которые не закрылись, но они в целом не были важны для того, чтобы финал книги состоялся. Поэтому я думаю, что для такой объемной книги, где очень много всего и одновременно ничего не происходит, это было отлично. Концовка мне понравилась. Но если вернуться к моим впечатлениям и к тому, что я для себя подвел после прочтения этой книги, то можно сказать, что она не про счастье, она не про законченный логичный финал или же про самих главных героев. Она про реализм в рамках тех жанров, которые в ней являются преобладающими. То есть, это все-таки фэнтези, это и волшебство, и магия, и мистика, и так далее, и тому подобное. То есть, я не могу определить, что именно меня зацепило или не понравилось, или понравилось этой книге. Я понимаю и осознаю, что она хорошая, она классная, она потрясающая, она отлично написана. И это действительно книга с претензией на гениальность. Но, по большей части, какие-то вещи в ней прошли мимо меня. И я не могу определить, почему. Опять же, возможно, в силу возраста, и я уже давно искушенный всеми жанрами читатель, поэтому ничего для себя личного я здесь не нашел, чтобы она у меня отозвалась в душе. Но это нормально, это хорошо, потому что книга неплохая. И знаете, как итог этого обзора, я советую вам ее почитать. Если вы вдруг еще этого не сделали, потому что мне казалось, я последний человек, который не читал эту книгу на земле. Не бойтесь ее размера. Она не кусается, она довольно легко читается в некоторых как раз-таки эпизодах. Через начало придется, конечно, продраться, потому что там столько всего, и, возможно, вам будет скучно, потому что какие-то моменты объясняются только там во второй, третьей части, или даже в самом эпилоге. Но эта книга действительно достойна своей популярности, своей, как бы это правильно так назвать-то, чтобы меня потом не сожрали, своей позитивной реакцией, она тоже достойна. И я советую вам ее к прочтению, потому что тем более сейчас, как раз новогодние каникулы, я думаю, вам будет чем заняться. И мне кажется, что с этой книгой можно провести достойное времяпрепровождение, потому что даже если вы не найдете в ней то, что в вас откликнется, именно в душе, в сердце, в голове или где-либо еще, это все равно отличное чтиво. И такое бывает редко, потому что, возможно, все-таки в подростковом возрасте она произведет на вас впечатление мистической и таинственной истории. Но вот во взрослом возрасте меня эта книга больше пугала. Эту книгу можно рассматривать абсолютно по-разному во всех смыслах. То есть рассматривать и в плане как раз-таки того, что здесь написано, и того, как она выглядит внутри, потому что ее действительно можно рассматривать. Тут очень много всего. Я думаю, что в подарочных изданиях она будет особенно прелестна. Но именно в плане философском здесь будет множество вопросов, которые не покинут вашу голову после того, как вы закончите книгу. И пусть она вот так и будет. Мне кажется, что в этой книге не нужно искать более глубокого смысла, чем сама книга вам дает. Потому что если слишком много думать, вы пропустите самые основные вещи. А это, мне кажется, будет в ущерб вашему времяпрепровождению с этой книгой. Поэтому не бойтесь, не печалитесь, хватайте дом в котором и наслаждайтесь. А я буду ждать ваше мнение внизу в комментариях, потому что что? Правильно, каждый ваш комментарий для меня на вес золота. И я надеюсь, что вот такой вот новогодний подарок в виде обзора вам понравился. И да, ребят, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще мне смотрите. Я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы знали каждый, мать его, день. Не забывайте оставлять свои комментарии, потому что что? Правильно, комментарий лучше лайка. Ну и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышать. Но что вы думаете по поводу этого обзора? Какие у вас мнения по поводу этой книги? Нравятся, не нравятся? Как вы к ней относитесь? Читали, не читали? Будете ли вы читать после этого обзора? Я надеюсь, что вам понравился также этот подарок в виде такого долгожданного видео. И я надеюсь, что два хороших обзора за месяц вас не отпугнут. На старости лет я решил вас немножко порадовать. Но это не последнее видео в этом году, потому что это только первая половина вашего подарка. Следующая? Я думаю, вы тоже ее очень долго ждали. С вами был я, Энтони Илай. Главное, помните, оставьте время себе дачу в всех ваших начинаниях. Я вас очень-очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мои соцсети. Мне будет очень приятно вас там увидеть. Мерч Капу Ядом. Вроде бы как уже закончился. Но мерч Are You Lost Baby Girl совсем скоро поступит в продажу. Поэтому не переживайте и следите за обновлениями. Я надеюсь, что у вас все отлично. С наступающим вас Новым Годом. Я вас очень-очень сильно люблю. Желаю вам всего самого потрясающего, невероятного, хорошего и полости. Все. Я снимаю это видео примерно в четвертый час. Вы достойны всего самого лучшего. Мои слова. Единственные в этом видео, которые невозможно оспорить. Поэтому я надеюсь, что вы... Нет, я знаю, что вы огромные молодцы. Не переживайте. Идите сюда. О, мои ребятушки! Все. Отстрелялся. Пока.